Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады вновь приветствовать вас в нашей кулинарной студии. И сегодня, чтобы поговорить про избирательный процесс в России и вообще о выборах, как о процедуре, мы пригласили в нашу студию кандидата политических наук, доцента кафедры исторического и обществовического образования Института международных отношений Казанского федерального университета Альбину Раисовну Файзулину. Здравствуйте, Альбина Раисовна. Здравствуйте. Альбина Раисовна Файзулина закончила исторический факультет Казанского государственного университета. Кандидат политических наук. Тема диссертации «Миграционная политика современной России. Федеральные и региональные аспекты». Заслуженный работник Высшей школы Республики Татарстан. Расскажите, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить два блюда. Первое – мясные рогалики с индейкой, можно с курочкой. А второе блюдо у нас тут в слойке с очень вкусной начинкой и вот с такими красивыми украшениями и ягодками. Давайте приступать. Да, первое, что мы делаем, я раскатываю тесто для слоек. Оно дрожжевое, ему нужно будет постоять. Вам необходимо будет взять индейку, как можно мельче ее порезать такими брусочками. Потом мы замаринуем и продолжим дальше нашу работу. Хорошо. Альбина Раисовна, в какой момент вообще человечество задумывалось о том, что выборы – это наилучший путь формирования органов власти? Или не лучший? Или это тоже спорный тезис? На сегодняшний день, наверное, никто не скажет, когда впервые человек сделал свой выбор. Если говорить о человеке разумном, то это уже не одна тысяча лет. И мы всегда делаем выбор. Мы идем с вами в магазин и покупаем одежду. Мы выбираем профессию, мы выбираем школу. А вот если говорить уже о политической системе, то здесь, наверное, можно говорить уже о начале родоплеменных отношений, когда на вечи собирались члены племени, обсуждали какие-то совместные решения, обсуждали вопросы, важные для данного племени. И вот с этого, наверное, момента мы уже можем говорить о том, что человек, живущий как существо социальное, начинает задумываться о том, как ему жить дальше. Если мы будем говорить о процедуре именно политических выборов, то, наверное, необходимо вспомнить Древнюю Грецию и Древний Рим. То есть это период античности. И древние греки, если мы вспомним классику древнегреческой демократии, это Афины, то там, да, свободные граждане, не имевшие права на голосование, вот они приходили на главную площадь своего города и обсуждали все вопросы, которые необходимо было обсудить. Это вопросы войны и мира, это принятие или отмена каких-то законов, это как раз-таки и выборы должностных лиц. Например, архонта, например, казначеев для городской казны. Здесь еще один момент. В Древней Греции могли ходить на выборы и голосовать, выбирать, участвовать в политической жизни. Политическими выборами, как правило, обладали мужчины. Затем, наверное, большой такой толчок к развитию политической системы и выборов сыграла Великая Французская революция. Вот в период Французской революции расширился такой понятийный аппарат, расширились такие понятия, как активное избирательное право, пассивное избирательное право, списки избирателей и уже права и свободы человека и гражданина. Но и, наверное, таким вот уже завершающим этапом, если говорить об этапах развития избирательного процесса, можно, наверное, выделить Австрию второй половины XIX века, когда впервые начали использовать уже бюллетени, напечатанные типографским способом, и эти бюллетени вручались избирателям, и уже избиратели ставили галочку напротив необходимого какого-то события или имени. Так, ну вот я раскатала тесто, и, как вы заметили, я его раскатываю строго в одну сторону. Это слоеное тесто, чтобы оно не теряло своей вот этой вот слоистости. И сейчас мы будем так ровненько нарезать на квадратики для наших слоечек. Альбина Раисовна, а с какого момента можно отчитывать выборы в России? Вообще, какая в России традиция выборов? Если говорить о нашей родине, то, наверное, с века IX мы уже можем говорить о серьезном политическом участии граждан. Это, например, Новгород, Псков. Нужно отметить, что вот российская система, она не основана на насилии, потому что именно Рюрик, он был приглашен на княжение. Он не пришел, не захватил. Нет, он никого не завоевывал. Его пригласили, причем решение это приняли на Новгородском вече. То есть народ так решил. Присутствовали на Новгородском вече все тоже свободные жители этого города. Мы говорили только что о Рюрике, это IX век. Система представительская, система выборная, она продолжала развиваться. И мы можем говорить о том, что на смену выборным органам власти, когда уже начинает формироваться централизованное государство, приходят сословные органы. И вот одним из таких очень важных сословных органов мы можем назвать земские соборы. Это тоже очень интересная система, потому что фактически в нашей стране участниками земских соборов были практически все слои населения. То есть это и привилегированные, это и представители Боярской думы, это и служилое сословие дворяне, это и тяглое население. И если говорить о таких важных соборах 1613 года, то мы можем говорить о том, что там участвовали и крестьяне. Да, это были либо государственные, либо лично свободные крестьяне, но в любом случае это были люди из непривилегированных слоев. Таким образом, земские соборы, они играли очень большую роль вот в такой вот сословно-представительной монархии. И благодаря именно земским соборам на них решались вопросы избрания царя, это глава государства, это очень важное должностное лицо. Рассматривали вопросы войны и мира. Например, на одном из земских соборов стоял вопрос о вхождении правобережной Украины в состав русского государства. А Ливонской войне тоже был созван отдельный собор. Да, то есть земские соборы, самый первый земский собор был созван Иваном Грозным, он назывался Собор Примирения, это 1549 год. И вот, знаете, характерная особенность любого земского собора, это то, что там всегда приходили к единогласию. Если, например, мы будем говорить о западной системе парламентаризма, там побеждало большинство. А вот у нас, на нашей земле, должны были все договориться 100%. То есть ни один не должен был вернуться к себе на родину, в свой город недовольным. Все должны были прийти к единогласию и стопроцентно должны были решить вопрос. Мы продолжаем свою работу. Я сейчас наше раскатанное тесто складываю вот таким вот кармашком, слоечки. А вы мясо выкладываете в чашку, солите, добавляете зиру и немножко соевого соуса. Подошел. Мы с вами говорили о традиции выборов России. И вот фактически с момента прекращения созыва земских соборов мы можем говорить о том, что вот на глобальном таком государственном уровне уже о системе выборов речи не было. Но при этом еще сама система выборная она оставалась. Это, допустим, деятельность крестьянских общин, сословные, либо местные какие-то органы управления. Они по системе вот этой выборной еще существовали. А вот уже в начале 20 века мы уже можем говорить о таком глобальном изменении в избирательной системе. Это выборы после революции 1905 года, да, после буржуазной, мы уже можем говорить о выборах в 1906 году в Государственную Думу. Да, четыре Государственных Думы. Первая Государственная Дума – это 1906 год. В 1907 году у нас будет две Государственных Думы созываться, вторая и третья. И вот в 1912 это будет уже Четвертая Государственная Дума. Но, к сожалению, революция, к сожалению, Первая мировая война приведут к тому, что вот этот вот опыт, он будет тоже несколько утерян. И в период советской власти выборы будут, но это будут не выборы. Население будет не выбирать, а избирать, потому что в бюллетне будет, как правило, указана одна фамилия, и нужно будет просто выбирать именно его, избирать. А уже первые демократические выборы на альтернативной основе, они были в 1989 году, когда прошли выборы Первого съезда Совета. Мы сейчас продолжаем нашу работу. Я готовлю тесто для рогаликов, а вы, Володя, начинаете заниматься клубничкой. Ее нужно на четыре части надрезать, хвостики срезать. Мы будем использовать в сладких слойках. Хорошо. Альбина Раисовна, мы с вами проговорили о том, как в России развивалась процедура выборов, как она менялась, с чего она состояла. А вот непосредственно население, проживавшее на территории нынешней республики Татарстан, как здесь складывались эти традиции? В целом, эти традиции складывались параллельно. Для властных структур, находящихся на территории Золотой Орды, Казанского ханства, тоже были характерные такие коллегиальные органы управления. Например, Курултай. И этот термин, он сохранился у нас по наши дни. Например, у наших соседей, в соседней республике Башкортостан. Орган представительный. Так и называется Курултай. Альбина Раисовна, а вот такой вопрос интересный. Какие выборные должности появились относительно недавно в исторической перспективе и с чем это, может быть, было связано? Ну, если мы будем говорить о именно исторической перспективе, то, в моем понимании, недавно это 20 век. Вот. И в 20 веке, да, появились новые должности, такие как, допустим, президент страны, председатели Совета Федерации, Государственной Думы. Но я сразу оговорюсь, Совет Федерации, это все-таки формируется этот орган через утверждение, через назначение. А вот председатели, заместители председателя Совета Федерации, это выборные должности. Председатели, заместители председателя Государственной Думы, это вот все у нас депутаты, это все у нас выборные должности, которые фактически появились у нас в России в 20 веке. Альбина Раисовна, скажите, пожалуйста, какие избирательные системы существуют и какую из них вы могли бы назвать самой лучшей, общедоступной, самой массовой, может быть? На сегодняшний день существуют две такие основные избирательные системы. Это мажоритарная и пропорциональная. Что из себя представляет мажоритарная система? Это голосование по спискам кандидатов. То есть человек приходит на выборы, берет бельтень, а там фамилии. Иванов, Петров, Сидоров. И он выбирает того кандидата, который его больше всего устраивает. И, как правило, голосование проходит по одномандатным округам. А вот пропорциональная система, она несколько иная. Там голосование происходит по спискам партий. И уже, да, и голосует он уже за конкретную партию. Мы начинаем формировать наши рогалики. Мы берем буквально вот один-два таких кусочка мяса, такие полосочки, выкладываем на большую часть, самую широкую часть нашего треугольника. И затем начинаем вот так вот слегка растягивая, закатывать. И класть на противень надо вот маленьким кончиком. Альбина Раисовна, а существует ли какой-то порог, да, и вообще что такое явка? Зачем гражданину ходить на выборы? Ну, явка – это, как правило, в процентном соотношении подсчитывается. Это отношение количества проголосовавших к общему количеству граждан, проживающих в стране. Но если говорить о явке конкретной, то в нашем государстве, в Российской Федерации, у нас выборы добровольные. Поэтому явка – это дело добровольное. Но до 2006 года у нас в стране было правило. Если, допустим, проходят выборы в субъектах, то явка порядка 20%. Если выборы президента, то явка должна быть не менее 50%. Если проходят выборы в Государственную Думу, то явка должна быть не менее 25%. Но с 2006 года такое требование отменили, приняли нормативный акт. Теперь выборы будут считаться состоявшимися, даже если придет на выборы один человек. Ну, понятно, что такой ситуации быть просто не может, обязательно люди придут. Поэтому я считаю, что на выборы ходить нужно, на выборы ходить важно. В свое время философ 19 века Монталамбер говорил, если ты не будешь заниматься политикой, то политика займется тобой. То есть, если ты не хочешь быть субъектом политики, то очень быстро, независимо от того, хочешь ты этого или нет, ты станешь объектом тех людей, которых ты не выбрал. И эти люди будут проводить политику как раз-таки тех людей, которые свое политическое видение выразили. И вообще, вот мы с вами всегда говорим об обратной связи. То же самое очень важно и для государства. Когда мы с вами говорили о земских соборах, мы ведь тоже упомянули, что есть понятие выборов, есть депутаты, которые приезжали из регионов. И вы знаете, для земских соборов было характерно, там, да, конечно, была квота, но если какой-то регион, какой-то город отправлял больше, чем надо, этих людей не прогоняли. Они приезжали и они работали на земском соборе как полноправные члены. Почему? Потому что для власти была важна обратная связь. То есть, если есть необходимость, что с какого-то региона, с какого-то города приехало больше людей, значит, там есть какая-то проблема, которую надо решить. И вот эта система, она, конечно, была важна. И очень внимательно относились в нашем государстве всегда к выборам. И я считаю, что, да, на выборы ходить нужно, важно. И это влияет на нашу с вами дальнейшую жизнь. Мы подготовили с вами наши блюда. Здесь у нас слойки, смазанные яйцом, желтком. И здесь у нас рогалики. Все, они уже подошли, они постояли немножко. И теперь мы их ставим в духовку. Время примерно 20 минут, температура 180-190 градусов. Но мы будем в любом случае заглядывать, смотреть, возможно, и немножечко раньше. Закончим. Рогалики с индейкой. Грудку индейки нарезали на небольшие тонкие брусочки. Приправили солью, зирой, соевым соусом и оставили мариноваться на 20 минут. Слоеное тесто раскатали толщиной 3-4 миллиметра и разрезали на небольшие треугольники. На каждый треугольник, ближе к широкой стороне, положили по кусочку замаринованной индейки. Свернули рулетиком, смазали взбитым желтком и отправили в духовку на 20-30 минут. Ну что, мы идем к завершению нашей готовки. Вот у нас уже готовы слоечки. Чем можно начинить? Вот в данном случае у меня здесь два пудинка. Они готовятся долго, они капризны в изготовлении, поэтому я их приготовила заранее. Здесь шоколадный, здесь молочный. Но вот эти слойки, они такие универсальные, и мы же говорим о том, что было бы удобно готовить нашим дорогим студентам. Поэтому эти слойки, они всеядные. Их можно начинить нутеллой, их можно начинить вареньем, их можно начинить сгущенкой. Можно взять творог, смешать со сметаной, добавить сахар, добавить ванили. Вот насколько фантазии хватает, настолько можно разогнаться и начинять вот эти вот слойки. И сейчас мы что делаем? Вот слегка вот так вот надрезаем, да, или вот так вот разгибаем слоечку. И затем мы берем вот так наш пудинг, закладываем вот сюда вот эту начиночку. Причем начинку мы не жалея закладываем. Теперь у нас тут клубничка. Мы вот так вот красиво украшаем клубничкой. Здесь у нас готовая голубика. Мы ее заранее помыли, высушили. И вот таким вот образом. Насколько хватит фантазии. Все, вперед, Володя. Альбина Раисовна, расскажите, пожалуйста, насколько важна фигура общественного наблюдателя на выборах? Все ли могут стать общественным наблюдателями? Во-первых, кто такой наблюдатель, да? Это человек, который имеет право контролировать происходящее на выборах. Да, и, соответственно, делать какие-то свои выводы в случае каких-либо нарушений. Кто им может быть? В принципе, любой гражданин Российской Федерации, который обладает активным избирательным правом. Не может этой деятельностью заниматься представители выборных должностей, депутаты, государственные служащие, либо это члены избирательной комиссии с решающим правом голоса. Вот они тоже не имеют права быть общественным наблюдателем. А так, в целом, в принципе, любой гражданин, он может этим делом заниматься. Альбина Раисовна, а вот члены избирательных комиссий, они реализуют свои функции только в момент выборов, выборный цикл или это такая ежегодная, круглогодичная должность? Ну, если говорить об избирательных комиссиях, то их у нас четыре уровня. Первый уровень – это федеральный, то есть на федеральном уровне у нас есть избирательная комиссия. Затем у нас есть второй уровень – это уровень субъекта, то есть региона, есть региональная избирательная комиссия. Затем следующий уровень – это территориальная избирательная комиссия. И нижний уровень, четвертый, последний – это участковая избирательная комиссия. Так вот, все три уровня, первые три, они работают на постоянной основе. То есть они работают круглогодично, и человек, который устраивается, человек, который работает в этой комиссии, его туда направляют, и на основном рабочем месте его рабочее место сохраняется. То есть он может в случае необходимости вернуться потом на свое прежнее место работы. Слойки со сладкой начинкой. Слоеное тесто раскатали толщиной 3-4 миллиметра, разрезали на небольшие квадратики, сложили их пополам, смазали взбитым желтком и отправили в духовку на 15-20 минут. Готовые слоеные треугольники раскрыли при помощи ножа, наполнили подготовленной сладкой начинкой, украсили свежими ягодами и кондитерскими шариками, выложили на тарелку и посыпали сахарной пудрой. Мы подходим с вами к логическому завершению нашей деятельности. Вот здесь вот мы видим с вами сладкие слойки с белым кремом, здесь у нас шоколадным кремом и наши рогалики, рогалики мясные. Мы сегодня говорили о выборах, поэтому, наверное, нужно нам сейчас тоже сделать выбор. Перед нами три различных продукта и здесь вот, наверное, к месту вспомнить, что в разные периоды истории было разное отношение к тому, кто будет участником. Да, был такой жесткий гендерный раздел. Допустим, женщины, они до начала 20 века вообще не имели права выбирать, они не пользовались избирательными правами. И вот в 20 веке фактически женщины начинают пользоваться избирательными правами. И если мы сегодня говорили с вами о Первой Государственной Думе, то, допустим, выборы в начале 20 века в Первую Государственную Думу тоже женщины не имели права пойти на выборы и проголосовать. Не имели права лица без определенного места жительства, ну это и понятно, да? Не обладали правом избирательным градоначальники и служащие полиции. То есть представители вот таких вот государственных органов власти, они тоже не обладали таким вот политическим правом. Но если говорить о сегодняшнем дне, то фактически, вы знаете, вот для меня был такой удивительный момент, Швейцария это в принципе демократическая страна, да, центр Европы. И женщины там получили избирательное право только в 1971 году. А в некоторые местные органы власти женщины получили право прийти на выборы и проголосовать только в 1991 году. Поэтому мы вот живем в стране, в которой уже почти сто лет женщины обладают избирательным правом. Поэтому мы сейчас с тобой вместе можем на равных сделать выбор. Ну я бы, например, попробовала рогалик. Ну давайте я тогда попробую вот эту шоколадную плюшечку. Давай. Вкусно. Очень интересно, вот кислая клубничка так со сладким пудингом очень хорошо играет. Здесь может быть любая начинка, любая, какая только вам заблагорассудится. Но в целом я еще о чем хотела бы сказать. Мы с Володей фактически представители одной кафедры. Он студент, а я куратор в его группе. И наша кафедра готовит учителей, истории общества знаний, истории английского языка. Так как мы с вами вот сегодня говорили очень много о выборе, и, наверное, самый главный выбор делают наши молодые люди, когда выбирают профессию. Вот наша кафедра готовит таких специалистов. У нас есть вот такие замечательные студенты. Мы готовим вот таких студентов. преподаватели самые замечательные, самые отличные. Многих еще в этой студии, я надеюсь, мы пригласим, увидим. Которые тоже расскажут о своей деятельности, о своих научных интересах, о том, чем они занимаются. А занимаются они очень интересным, полезным и очень важным. У нас явного победителя не оказалось. Поэтому эти два блюда проходят во второй тур и встретятся в финале нашего голосования. Спасибо большое, дорогие телезрители, за то, что были с нами весь этот выпуск. Мы будем и дальше приглашать специалистов в самых разных областях социологии, политологии, истории, востоковедения и самых разных областей научного знания, чтобы обсудить с ними самые разные проблемные вопросы науки, нашей с вами жизни и всего много другого интересного. Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok